Более двух месяцев назад, как и многие украинцы, я вместе с семьей, четырьмя собаками и котом была вынуждена оставить свой дом и уехать из моего города Харькова в более безопасное место. Первой нашей остановкой была Полтава. Там мы долго не задержались и поехали в Кременчуг, который также считали временной точкой. В планах было двигаться на запад, подальше от боевых действий, но так получилось, что мы остались тут. И начался новый этап жизни, жизни переселенцев. Привет, меня зовут Дарина, ну а вы смотрите канал Дарина Свист. Правда. Мой канал о жизни с собаками, но в этом влоге я хотела бы рассказать вам о жизни с собаками в Украине в военное время, о том, как мы с моими расселятами переехали в Кременчуг, как мы здесь устроились, да и вообще хочу рассказать вам и показать этот город, который, кстати говоря, мне очень понравился. Мой канал в последнее время стал похож на мемуары, но по всем понятным причинам я просто не могу создавать такой контент, как раньше. У меня нет возможности, у меня нет подходящих условий, у меня нет финансов, но я верю, что когда война закончится, все наладится, ну а это сложное время, оно останется здесь на Ютюбе в качестве вот таких вот непростых воспоминаний. А еще я жалею, что раньше очень мало показывала вам свой родной город, Харьков. Когда я вернусь домой, то я с большим удовольствием вас с ним познакомлю. И хотя Харьков уже на данный момент очень сильно пострадал от боевых действий, там очень много разрушений, но он не потерял свое лицо. Ну а пока я здесь, в Кременчуге, этот влог будет о нем. Всегда интересно посмотреть на новый город, все другое. Улицы, дома, магазины. Люди как будто что-то знают, такое чего не знаешь ты. Но оказаться в военное время в новом месте, это еще более странный опыт. Кременчуг, центр Украины, Полтавская область. Здесь сейчас относительно тихо. Да, есть ракетные обстрелы. Я лично видела в небе ракеты. Своими глазами. Это страшно. А в целом город сейчас живет практически обычной жизнью. И в они напоминают блокпосты, укрытия, противотанковые ежи, комендантский час, ну и, конечно, воздушные тревоги, которых в течение дня может быть и до 10 штук. У города интересное месторасположение. Кременчуг стоит на реке Днепр. И река делит его на две части. Левобережная, это считается центральная часть, и правобережная. Через речку идет мост, который соединяет эти две части города. Мост очень красивый. Вид на Днепр с него открывается потрясающе. Первые два месяца мы прожили в частном доме. Собакам там было раздолье. Ну и, кстати, поделюсь еще немного нашей архивной хроникой. 30 апреля Лео, домику и Нике исполнилось 6 лет. Традиционно я всегда снимала видео на канал, делала фотографию с тортом. Ну, в общем, вот я постаралась не нарушать традицию. Но недавно мы переехали с частного дома в квартиру здесь же, в Кременчуге. Но, правда, квартира находится на другой стороне моста, ближе к центральной части города. На самом деле мы решились на переезд только потому, что просто уже неловко было перед людьми. Неудобно было их стеснять. Мы к ним попали практически в самом начале войны. Где-то на 12-й день войны, да. И мы были в состоянии шока. Мы верили, что это быстро закончится. Но стало понятно, что война затягивается, боевые действия не заканчиваются. И да, на ближайшее еще время нам нужно постоянное жилье. Квартира нашлась нежилая, пустая. В ней не было кухни, она была грязная. Но это единственное жилье, в которое меня пустили с собаками. Это сейчас больной вопрос для переселеца в Украине. Люди не хотят сдавать свое жилье переселенцам с питомцами. Они боятся за имущество. В то время как мы вынуждены были бросить свои дома. Бросить все, что у нас было, потому что там идут бомбежки. Мы еще, получается, и питомцев должны где-то оставить, чтобы спать не на улице. Сложно это и неправильно. Но ничего не поделаешь. Вы знаете, я, пожалуй, не буду снимать рум-тур на эту квартиру. Потому что хвастаться там нечем, а жаловаться не хочется. Но это довольно грустно и непросто. Искать, покупать, находить, просить у кого-то ненужные, старые, использованные вещи. Засаленная какая-то посуда, подушки, постельная. И мы все это взяли. Мы все это взяли с благодарностью. Потому что вот сложилась такая ситуация. Купить все в новый дом, если не было ничего, очень дорого. А учитывая, какая ситуация у нас сейчас, просто невозможно. В любом случае, спасибо, что есть такая возможность. Спасибо, что так. Забавно то, что я с самого начала войны уже два с половиной месяца сплю на полу, на матрасе. Ну, не складывается у меня как-то с кроватями. Но это все мелочи жизни. Из плюсов у меня появился шкаф, в который я наконец-то развесила свои вещи. До этого они у меня лежали в тканевой сумке. В общем, я не жалуюсь. Все более чем хорошо. Мы все привели в порядок и живем. От начала войны город сильно преобразился и ожил. Открылись все магазины, салоны, рестораны. Никакого ажиотажа и дефицита нет. Недавно здесь заработал КФС. Очередь в день открытия была сумасшедшая. Люди соскучились за обычной жизнью. А еще тут есть мое любимое кафе. Львивская майстерня шоколада. Я люблю город Львов. За его аутентичность, архитектуру и вкуснейший кофе. Вот в этом месте можно окунуться в ту атмосферу. В зоомагазинах тоже все есть. Поставки наладили. Можно найти нужный вам корм и всевозможные средства обработки. В начале войны с этим были большие перебои. Сейчас, пожалуйста, все, что хочешь. Так смотрю на лежанки. Так хочется своим собакам. Все лежанки остались в Харькове, но дорого их покупать. У них большая стоимость получается. Сейчас не по карману такое. Ну и всегда можно сделать своими руками. Ну что ж, давайте попробуем сегодня с вами повторить одно из моих самых первых диайвай. Это очень простое место для собаки своими руками. Это видео я снимала давно. Одно из самых первых, которое появилось на моем канале. Давайте вспомним. И если вдруг вы не видели этот ролик, то ссылку на него я оставлю в инфобоксе в описании. Очень полезно для тех, кто не любит шить. Для тех, у кого нет машинки. Вот у меня сейчас, собственно, нет вообще под рукой практически ничего. Все-таки прошло уже пару месяцев. И я понимаю, что моим собакам не хватает местечек. Им хочется постоянно где-то укладываться. В общем, обживаемся потихонечку. Этого стоило ожидать. У меня есть вот такая вот подушка. Перьевая подушка 70-70 сантиметров. Конечно, я не рекомендую использовать перьевые подушки в качестве основы для лежанки для собак. Потому что это сложный материал, это сложный наполнитель, в котором могут заводиться всякие жучки, насекомые, еще кто-то, бактерии и так далее. В общем, за ним трудно ухаживать. И, конечно, лучше использовать какой-то искусственный наполнитель. Холофайбер, как я делаю это всегда. Но у меня уже была эта подушка. Она у нас лишняя, она никому не нужна. Что нужно дальше? Флис. Конечно, куда без него. Мой любимый материал. Изначально я планировала пойти в магазин тканей и купить несколько видов флиса, потому что это очень бюджетный, очень качественный материал, который прекрасно подходит для вот такой вот работы. Я рассчитывала увидеть прекрасный выбор, хорошую цену. Но все это осталось еще до войны в Харькове. Здесь совсем другая ситуация. И я решила заглянуть в секонд-хенд, который всегда меня выручает. И нашла вот такие вот два детских пледа. Прекрасные флисовые пледы. Очень яркой расцветки, как вы видите. Я хочу их смиксовать, чтобы получилась очень яркая, веселая лежанка. И ножницы. Собственно, практически все. Давайте начинать. По мастер-классу нужно взять два отрезка ткани, положить их один на другой, сверху положить подушку и обвести ее мылом. От этой линии отступить по 10 сантиметров по всему контуру на бахрому. Но я сделаю проще. И мыла у меня нет. Я знаю, что подушка 70 на 70 сантиметров. Поэтому я просто вырежу два фрагмента ткани 90 на 90 сантиметров. Только вот ножницы не швейные и очень тупые. Не режут абсолютно. Но я не сдамся. Затем начинаем нарезать бахрому по всему периметру ткани. Делаем одинаковое количество завязок на двух деталях. Готово. Кладем подушку между тканями и начинаем связывать бахрому между собой. Я хочу сделать одеялко вдвое, чтобы было потеплее. В общем, от двух пледиков у меня остались небольшие отрезки. Их длина где-то 110 сантиметров, ширина 40. И вчера вечером за кадром вот так вот мы их сметали. Ну, обычным таким швом, потому что здесь у меня нет швейной машинки. Просто вот так руками, даже не очень аккуратненько. Но этого вполне, вполне достаточно для этого. Вот это будет у нас к лицу этот шовчик. А со всех трех других краев мы делаем также бахрому. И будем просто привязывать ее к уже существующей основе, вот к этим узелкам, которые есть. Барышня, мне надо руки посетить. Я хочу сделать вот так полосатую сверху. И одеялко тоже полосатым вовнутрь. Вот так. Напомню, что подушка у меня 70 сантиметров, а одеялко длиной 110. Специально больше, для того, чтобы, когда я сейчас привяжу его, было вот такое вот пространство, и собаке было удобно лежать. КОНЕЦ Кременчуг считается одним из самых зеленых городов в стране. Город довольно молодой, поэтому в нем мало исторических мест и памятных построек. Зато очень много парков, в которых мы полюбили гулять при любой удобной возможности. И парки тут интересные. Мы живем рядом с городским садом. Это один из самых старых парков в Украине, один из самых первых в Кременчуге. Построен он был почти в конце 18 века. На территории есть старые здания. Очень жалко, что они в плачевном состоянии. Реконструкция бы им явно не помешала. Раньше это озеро называли Лихорадка. Еще оно известно как Ставок царских садов. Парк умиротворяет и успокаивает своей атмосферой. Уточки, лебеди, чайки, голуби. Их тут очень много. Рыбок можно покормить. Они практически ручные. А черепашки греют спинки и развлекают народ своими семейными заплывами. Здесь и Алия Сакур, и Яблони, и мостик к острову. В общем, хорошее место для отдыха, пикника или занятий. Я решила вот этого парня отвезти на прием в клинику. Но Лео у нас действительно самый из всех четырех собак, так скажем, болезненный. Он аллергик. У него есть сильная реакция и на пищевые продукты, и на амброзию, на пыльцу. Вот весной он, каждую весну очень сильно страдает. А это я заметила вот такую вот нехорошую штуку. Смотрите, видите, ушко шелушится и даже вот как-то крошится. И не знаю, видно это или нет. Возможно, это после подвала. Возможно, он там что-то подхватил. Вот здесь вот такие вот последствия. Мы слева вышли от врача. И слава богу, что ничего серьезного в сутку пока что врач не заметил. Так как Лео у нас аллергик, то сейчас такое сложное весеннее время. У него начался дерматит на ушках, на одном и на втором. Еще на фоне стресса, вот этих всех переездов и так далее. В общем, ситуация так тоже непростая. Нужно ее держать под контролем. И вероятнее всего, она у него уже будет, так скажем, постоянной, хронической. И за этим нужно все время следить. Но главное, что это лечится. Надо обрабатывать ушки хлоргексидином, мазать мазью специальной. И все будет хорошо. Пойдем в аптеку покупать лекарства. Шила, шила, прыгай. Вот такой крем. Триосан называется. Это именно зоорит препарат. Выписали лёжки, чтобы у нас к ножке. А еще, вы знаете, друзья, я просто удивлена, приятно удивлена от местных цен. За приемы ветеринара, за осмотр, за диагностику, прописание лекарств, назначения. За все про все я заплатила 25 гривен. Кременчук, ты меня удивляешь. Еще одно красивое место в городе, это Приднепровский парк. Он сочетает в себе и парк, и набережную, и натурально пляж. Можно и на травке в зелени побыть, и побегать, и устроить променад по набережной, и на курорте побывать, позагорать. Вообще могу сказать, что за все время нахождения здесь были непростые этапы. Но вы знаете, когда у меня были какие-то такие пики своего эмоционального состояния, я старалась взять девчонок и отправиться к воде, к реке. И очень здорово, что я оказалась в месте, где есть водоем. Потому что на мое удивление, как бы мне не было сложно, какие бы эмоции меня не захлестывали, не накрывало, как говорится. Когда я приезжала к реке, просто смотрела на воду, буквально минут 20-30, и меня отпускало. На его территории есть настоящий памятник природы. Вот это скала-реестр. Живописная, с большой историей. Я часто приезжаю сюда, могу долго сидеть у воды и думать о чем-то своем. А подумать есть на чем. Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так вот и я. Хоть и по такой страшной причине, но все же я приехала в город Кременчук, в котором никогда не была прежде. И у меня появилась возможность увидеть новые для себя места. Да, это вынужденное путешествие, и домой очень хочется. Но спасибо, что в Украине есть мирные города, куда смогли убежать от войны украинцы. Где жизнь течет практически так же, как и прежде. И будем верить, что в скором времени все города в Украине увидят мирное небо. Ну что ж, пожалуй, на этом я буду заканчивать свой влог. И наша история, она продолжается. Да, пока что мы не можем вернуться домой, вернуться к прошлой жизни. Но я надеюсь, что скоро у меня получится поехать в Харьков на разведку. Потому что там немножечко вроде как ситуация нормализуется. И я постараюсь все подснять и поделиться своими впечатлениями. А еще я подумала, что возможно у вас есть ко мне какие-то вопросы, которые вам интересно узнать. Но я в своих роликах о них не рассказывала. Поэтому пишите в комментариях под этим видео свои вопросы. А я постараюсь снять видео вопрос-ответ. Так что, возможно, мой контент, мой блог станет еще интереснее для вас. Но если у вас есть желание и возможность помочь мне финансово в это непростое время, то я буду очень благодарна. Действительно, сейчас очень сложная ситуация. Я не буду скрывать, что мне очень нужна помощь. И каждый ваш донат очень ценен. В инфобоксе под видео вы сможете найти ссылки на всевозможные сервисы. Так что мы заранее вам благодарны. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, до очень скорой встречи. С любовью. Дарим и свет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok